8 привычек которые быстро помогут вам выглядеть молодо и привлекательно в любом возрасте привет это Татьяна Конкина из Торонто Канады добро пожаловать на мой канал сегодня я хочу поделиться с вами своими привычками то что я делаю для себя и то что помогает мне быть тем кем я являюсь если у вас есть привычки которые тоже в этой теме пожалуйста делитесь ими я с удовольствием их рассмотрю и мы все посмотрим и возможно примем для себя и ваши привычки тоже поэтому пожалуйста пишите в комментариях ваши привычки и так привычка номер один это конечно осанка осанка это все это причем это не вопрос возраста можно в любом возрасте иметь плохую осанку и посылать сигнал окружающим что я старая что я уставшая у меня нет никакой энергии я вся согнулась за компьютером и в машине за рулем тоже и у меня ничего хорошего нет и люди которые имеют энергию люди которые имеют оптимизм люди которые красивые всегда имеют красивую осанку поэтому первое что я рекомендую вам сделать это сейчас подняться встать с дивана со стула где вы находитесь встаньте и попробуйте сделать то что я сейчас буду вам говорить итак вы опустите плечи втяните живот конечно вот на самом деле нас не такой большой кстати вот если я вот так вот стяну посмотрите я вот так вот встану у меня появляется и шея короткая и щеки упали и живот и выпечен и и плечи у меня вот такие а если я встану так как должен стоять человек правильно я втянул живот опущу плечи подниму голову то есть шея на же таки есть она все таки не такая она все-таки вот такая и у меня соответственно совершенно другой тогда овал лица по-другому глаза раскрыты, по-другому щечки себя чувствуют. Теперь повернитесь, я покажу вам спиной, и опустите свои лопатки, уголки лопаток, загоните их, как будто бы на вас есть задние карманы джинс, вот сюда. Постарайтесь вот эти вот лопатки туда загнать, то есть плечи не вот так, а вот мы их опускаем вниз, как будто бы у вас гантели в каждой руке, опущенные плечи, поднять голову, втянуть живот, поднять, конечно, грудь, она должна быть не вот такая, а вот такая, то есть даже если грудь все время вот такая, здесь образуется полоска, если вы сидите, посмотрите, встаньте на себя, втянули в себя ягодицы, втянули живот, опустили плечи, загнали лопатки в задние карманы, и все, вот это все, что вам нужно, это ваша осанка. Я также рекомендую женщинам обязательно посмотреть, какой вы носите бра. Бра должны, я ношу всегда на косточках, с поддержкой такой, и немножко поролон, в которых есть небольшие, то есть пуш-апс. Можно, конечно, носить бра, которые совершенно флэт, у меня такие есть, когда я лечу в самолете, мне хочется немножко больше комфорта, немножко меньше вот этого давления здесь, если очень длинный полет в самолете, но грудь тогда выглядит абсолютно по-другому. Вот это вот, добавьте себе сразу возраст. Как только у вас здесь нет какого-то шейпа, что ваша грудь выглядит подтянутой, что она высоко приподнята, как только вы себе позволяете какую-то мягкую грудь, все, добавьте себе возраст. Носите в любом возрасте, до любого возраста обязательно вот такой вот, как пуш-апс, если надо поднимать. Если не надо, у вас еще такая грудь, то, пожалуйста, делайте, что хотите. Но если все-таки грудь уже не имеет, вы кормили детей, и грудь уже не имеет такой вот шейпа, когда все вверх, то лучше это приподняется. Вот это вот по поводу осанки. Ну и точно так же, если вы сейчас куда-то идете, какие-то праздники, носите утягивающее белье. Это сразу позволит вам держаться в этом шейпе. Вы не сможете так сильно уже выпячивать живот и ягодицы, и все. Купите себе обязательно утягивающее белье и носите его хотя бы вот на такие вот случаи, когда вы куда-то идете, это какое-то мероприятие у вас, то вы будете себя совершенно по-другому, очень уверенно чувствовать. Вы знаете, что вы сядете, и у вас здесь не образуются такие вот маффины, которые очень всегда некрасиво, очень всегда это портит женщину. Привычка номер два. Уберите свое недовольное лицо, замените недовольное лицо, вечно такое недовольное, вечно осуждающее лицо, на лицо, которое открыты глаза, в глазах жизнь, немножко полуулыбка на лице. Когда вы не относитесь к жизни, к сосуждениям, не воспринимаете все сразу как драма какая-то. Я говорю чаще всего утром своему мужу, когда он читает мне какие-то только негативные новости, я им говорю, все, драмтеатр закрыт, хватит драмы. Люди на самом деле иногда включаются просто на автомате вот такой вот негатив, и наш мозг начинает выискивать негатив, и мы только так и видим жизнь. Это даже не наша иногда вина, это вина нашего мозга, он вот так вот устроен. Если вступить на такой вот негативный мод, то он так и будет продолжать выискивать только негативное в жизни, и только негативное отмечать, и вы будете все время в этом состоянии. Поэтому уберите негативное лицо. Вот сейчас встаньте, пойдите к зеркалу, посмотрите на себя, улыбнитесь. Когда мы улыбаемся, то уголки губ, я еще где-то в 40 лет это начала делать, когда я начала поднимать уголки губ, все время немножко какой-то небольшой улыбки. Тогда они никогда не опускаются вниз, потому что с возрастом у нас все идет вниз. Поэтому имейте небольшую такую полуулыбку всегда на лице, и, конечно, открытые глаза, чтобы они не были же вот такими вот какими-то. А открытые глаза, обратите внимание, когда селебрити сделают фотографии, они говорят, мы всегда глаза раскрываем широко. То есть раскройте широко свои глаза, не надо их держать полузакрытыми. И так со временем брови падают, веки падают, все падают. Поэтому сколько вам там ни было возраста всегда. Я вот сейчас подкрашиваю стрелки глаз вверх. Я смотрю, что стрелки сейчас очень-очень фашинабл. Я была во Франции в этом году очень много времени. Я вижу, что все девочки носят черные стрелки, причем толстые черные стрелки. Но они не обязательно их выводят вверх. Они их могут выводить вот сюда, вот прямо так, чуть-чуть немножко вверх. Но с возрастом мы должны иметь вообще все вверх, направлять все абсолютно, и шею нашу, и осанку. Поэтому я вывожу стрелочки свои так, что они как бы как последняя ресничка. Их даже не должно быть особенно видно, потому что они должны быть так же, как последние реснички ваши. Вот на этом самом уровне. Ну и волосы, конечно, волосы тоже должны быть пышными. Поэтому недовольное лицо, в первую очередь, сразу закройте свой драмтеатр. Немножко улыбайтесь. Имейте глаза широко открытыми. И смотрите на жизнь, как на жизнь возможностей. Да, есть вещи, которые ужасны. Всегда были, есть, и сейчас происходит много ужасного всего. Но все равно нам нужно жить, нам нужно двигаться, нам нужно работать, нам нужно строить отношения с людьми. Это никто не остановил. Поэтому давайте делать все максимум того, что мы можем для себя сделать. И для окружающих. Чем приятнее будет наше лицо, наше общение, меньше осуждения в нем, больше позитива, тем больше нас будет любить, и жизнь наша будет становиться немножко лучше. Следующее, третье в моем списке. Это лишний вес. Это, конечно, проблема для всех, для большинства людей. Это проблема. Несколько лишних килограммов, много лишних килограммов. У всех свое. Но вот это является моей привычкой всю жизнь. Столько, сколько я живу, столько я взвешиваюсь утром. Каждое утро я встаю на весы. И начинаю день с того, что я встаю на весы. И смотрю, а что сегодня? Где мои желательные 53, а я опять вижу 55. Хотя 55, 56, 57. Я была тогда, когда еще была 19 лет, 20 лет. Была совсем юной, молоденькой девушкой. И был тот же самый вес. Я не добавила лишний вес. Но, как ни странно, все-таки смотришь, там вес, каждый килограмм становится проблемой. Почему вес так важен? Ну, во-первых, это в первую очередь здоровье. Чем больше лишних килограмм, тем больше проблем с здоровьем. Потому что именно жир имеет свойство, иметь в себе очень много воспалительных свойств. Так устроен жир, что в нем очень много воспалительных субстанций. И все это, конечно, отражается на нашем сердце. Вы знаете, что женщин от инфарктов умирают больше, чем мужчин. Хотя почему-то все всегда беспокоятся о мужчинах. На самом деле, это проблема не мужчин, а женщин. Раковые образования, все остальные другие. Это все проблемы, конечно, очень связанные с лишним весом. Поэтому, чем стройнее вы будете, тем гарантией того, что вам будет легче. Что у вас будет носить красивую одежду, хорошее настроение и больше будет энергии. Больше хорошей энергии. Поэтому спорт, питание, все вот эти вот вещи абсолютно необходимы. Я все-таки рекомендую вам вернуться к тому весу, который у вас был, когда вы были самой молодой, самой красивой в своем возрасте. Постарайтесь это сделать. Лицо меняется магически. И не надо бояться морщин. Морщина не проблема. Проблема – общее состояние энергии человека. Следующее, четвертое в моем списке, что не позволяет человеку выглядеть хорошо, молодо и красиво – это отсутствие энергии. Ну, вот такие вот люди есть, ходят, разговаривают без эмоций. Я даже в телеведущих вижу, они вообще разговаривают без эмоций, блогеры. Мы красивы тогда, когда у нас есть живые красивые эмоции. А эмоции в первую очередь – это энергия. И энергию, чтобы получить, нужно ее сначала отдать. Нужно пойти позаниматься спортом, можно сделать, зарядить себя гимнастикой, сделать какие-то упражнения. Тогда будет энергия. То есть не сначала энергия, а потом спорт. А сначала спорт, потом энергия. Сначала хороший, полноценный сон – 7-8 часов. Потом спорт, потом правильное питание. И это все равняется энергии. То есть нельзя ничего из этого выбросить. Сон полноценный в прохладном помещении – 7-8 часов, столько, сколько вам нужно. Мой мобильный телефон никогда не бывает в моей спальне. Никогда. У него там просто нечего делать. Он туда не заносится никогда. В моей спальне нет ни телевизора, никаких гаджетов. Вообще никаких, ничего. Поэтому не сидите вечером со своим телефоном. Это гарантированно, что вы не будете спать. Как только я это делаю, то 100% я потом не могу спать всю ночь. Никаких телефонов, конечно, никакого голубого света. Свежий воздух, прогулки, питание. Питание, ну, вы можете, конечно, есть хлеб и сахар, если вы так хотите, если вам так нравится. Ну, тогда не надо говорить, что вы хотите быть красивой, тогда не надо говорить, что вы хотите энергию, тогда не надо говорить, что вы хотите жить очень долго и не болеть. Если вы решили все-таки вступить на путь долгожительства, причем активного долгожительства, красоты и энергии, то плохое питание здесь номер один враг вам в этом пути. Ну и, конечно, стрессы. Стресс, как мы знаем, вырабатывается кортизол, и, как мы знаем, кортизол автоматически, наш организм его преобразует в жир. Я вот это узнала совсем недавно, то есть глюкоза, глюкоза, потом жир. Вот это для меня была новость, поэтому меньше стрессов. Воспринимайте жизнь, какая она есть. Ну да, это есть. С этим нам жить. Что мы сделаем? Стресс нам дан для того, чтобы предпринимать какие-то меры, которые мы можем предпринять. А если мы не можем предпринять никаких мер, то и нечего волноваться по этому поводу. Нужно жить с тем, что есть. Следующее в моем списке – это уход за кожей лица и тела. Есть, конечно, много спа, есть очень много салонов, косметических, где вы все это можете делать. Но вот я, например, не хожу никуда и ничего этого не делаю. Ну, за редким исключением, может быть, раз в год я делаю ботокс. Вот, пожалуй, это и все. И то я не думаю, не знаю, буду делать, продолжать это или нет. Что я делаю для себя, какой уход для кожи и лица. Если вы хотите очень подробно, опять пишите в комментариях. Я сделаю отдельное, очень полное видео на эту тему. А так, хочу вам сказать, что я для себя делаю. Вот все мои подруги здесь североамериканские, в Канаде, в Америке это делают. И я тоже в последнее время это делаю. То есть каждый день я принимаю одну такую ложку, 10 грамм протеина. Это протеин, называется коллаген. И этот коллаген мы пьем, разбавляем его водой для того, чтобы у нас не было морщин на лице, для того, чтобы у нас была хорошая гладкая кожа, хорошие глаза, хорошие суставы, тоже не болели руки и ноги. Не было морщин и были хорошие толстые волосы. Моя парикмахер недавно мне сказала, который я хожу уже годами, она мне сказала, Татьяна, качество твоих волос изменилось. Они стали толще, мои волосы. То есть если у вас проблема с выпадением волос и с тем, что волосы утончаются, они утончаются как результат обычно плохой диеты. Вот поэтому рекомендую коллаген. Коллаген, опять-таки, это не реклама. К сожалению, я ничего не рекламирую. Это то, что я использую сама. Коллаген это просто высушенные кости и кожи, допустим, животных. В частности, вот этот вот у меня говядина, то есть, да, корова высушенный, мелко очень перемолотый. Вот и все. То есть раньше мы, Homo sapiens, ели не только стейки, не только мякоть, а мы ели все животное, доедали сначала за дикими животными, что те нам оставят. А потом мы ели, конечно, уже и сами, но абсолютно все съедали, и косточки обгладывали, и всякие жилочки, и всякое все-все-все там ели. Никаких стейков никто не готовил. Поэтому сейчас мы этого недополучаем. И в очень небольших количествах, мои все друзья рекомендуют, ну, это большой вообще в Северной Америке бизнес, это хорошо и для наших суставов, для наших костей, и для нашей красоты. Очень вам рекомендую ногти, кожа, волосы, все очень улучшается благодаря вот такому коллагену. Ну, и как основное средство от морщин, я использую уже несколько лет, может быть, лет пять, вот такой препарат, который называется ретиней. То есть это производный витамина А, витамина Э, который я покупаю в аптеке по рецепту своего дерматолога. И все, и вам на самом деле больше ничего не нужно. Если вы используете такой ретиней, буквально с горошину, вы наносите на кожу лица каждый вечер, на чистую кожу лица, и сверху потом я использую, я перестала использовать дорогие крема, я понимаю их состав, читаю. Я предпочитаю сегодня натуральные масла, например, масло шиповника, масло плодов, косточек шиповника, или семян клюквы. Вот такие вот масла я наношу на кожу лица, и я чувствую органику. Я чувствую, как это хорошо моей коже, как она это все воспринимает. Утром просыпаешься, опять я наношу какое-то, утром я наношу опять или какое-то масло, и все. И витамин С, конечно, витамин С, витамин С, 20% как минимум, утром на лицо, и больше на самом деле вам ничего не нужно. Это дешево, это эффективно, и это то, что используют все самые современные люди в мире, как единственное эффективное средство. У меня есть видео, где я говорила об уходе за составом своих волос. Вы можете посмотреть это, знаете. Опять-таки, если хотите еще раз, то вот именно такой уход я вам могу сделать еще одно видео на эту тему. Но волосы, с моей точки зрения, очень часто портят людей, когда волосы очень плоские, флэт, такие утюжком выглажены. Все-таки молодость, это всегда пышные волосы, поэтому все, что нам не хватает, это больше не хватает пышных волос. И вот эти вот такие вот слишком уже такие причесанные гладкие волосы чаще всего очень портят людей, мало кого украшают. Ну, только супер молоденькую девушку может быть. Но обратите внимание на детей, обратите внимание на молодых. У них никогда не бывает плоских волос, таких гладких волос. У них всегда волосы пышные, поэтому с возрастом стремитесь тоже к тому, чтобы волосы у вас были пышные. У меня есть видео, где я показываю, как я ухаживаю за своим волосом. Посмотрите его, и если вам это нравится, действуйте то же самое. Волосы, белые зубы, которые я говорила, что я использую элитическую зубную щетку. Вот такая вот красота должна оставаться. Ну, и не забудьте, что руки наши выглядят лучше, когда мы используем яркий лак, чем какой-нибудь белый лак. Вообще, белый лак, это мода, мне кажется, очень странный. Какой-то даже не блестящий белый лак на любые руки выглядит. Совершенно неестественно для меня, когда мы используем красный лак. Француженки в основном используют красный или бордовый лак, вы это можете увидеть. Это кровь. И это, конечно, гораздо эффективнее, сексуальнее, интереснее, чем белый лак, который вообще ничто. Непонятно, для чего это он изобретен. Поэтому яркая помада на губы, красная помада, может быть, не слишком, слишком, слишком. Но какая-то, какая-то все-таки краснота лучше, чем совсем никакая. Но если у вас совсем не нужна косметика, и вы молодая девушка, у вас пышные, хорошие губы, вам не нужно ничего, то может быть и окей. Но если все-таки нет, то я все-таки считаю, что яркая помада, яркие ногти должны быть обязательно, если вы хотите внести энергию, молодость в свой внешний вид. Ну и не забудьте про духи. Мы говорим здесь на английском to wear perfume. Тут мы носим парфюм. Так же, как мы носим платье, одежду, мы точно так же носим парфюм. Всегда. У меня стоят несколько духов в моей спальне. И я, как встаю утром, первым делом я ношу на себя духи. Духи нам не всегда. Я хорошо пахну для себя, для окружающих. Поэтому это мое естественное состояние. И я рекомендую вам иметь свои несколько любимых духов и носить их постоянно, всегда то, что вам нравится. Ну, эти у меня уже заканчиваются. Это Yves Saint Laurent Libre и мои любимые тоже от компании Creed Aventus. Вы можете выбрать свой запах, который вам нравится, и носить его себе на радость. Но не забудьте, духи – это такая же часть нашего гардероба, как и все остальное. Это тоже обязательная часть гардероба. Ну и быть красивой каждый день. Не быть красивой только иногда, по праздникам. А быть красивой всегда, каждый день. Я встаю утром, каждый день принимаю душ, каждый день мою свои волосы, сушу их, накручиваю волосы, делаю мейкап, одеваюсь. И так я хожу каждый день. До самого-то самого позднего вечера, когда уже потом я иду, принимаю еще раз душ, одеваю на себя ночную одежду, какой-то, ну, халат какой-то. И все. Но целый день я буду именно вот ходить так в одежде, как я есть сейчас. Сейчас, может быть, не в пиджаке, конечно. Может быть, какой-то кардиган на мне будет. Может быть, в любое время года по-разному, но, тем не менее, это так. Не надо носить дома никакие тапочки, такие вот меховые. Это ужасно, в них столько микробов живет. Там столько всего просто живет. Если вы посмотрите под микроскопом на свои тапочки, вы будете в ужасе. Поэтому носите дома что-то кожное, что-то гладкое, что вы легко можете всегда помыть, обеззараживать. И у вас не будет там никакой гроз такой, ничего там не будет расти. А носите комфортную одежду, не носите слишком комфортную одежду всегда и много. Потому что как только вы одеваете на себя sweat shorts, sweat pants, худи и прочее, ваш мозг получает команду на релакс. И вы не всегда должны релакс. Релакс на самом деле не так много у нас времени. И не должно быть так много времени на релакс. Даже если вы дома, у вас наверняка там полно дел всяких. Поэтому имейте какую-то собранность в себе, какую-то одежду. И вот эта вот слишком комфортная одежда, если ее слишком много, то я вот смотрю Аяшу Бдинов, все время показывает фотографии своей супругой со своей женой. И она всегда в каких-то sweat shorts, sweat pants. Вот сейчас в последнее время в самолете или где-то еще со своими двумя детишками. Аяс нет. А вот Лидия, кажется, зовут так. Почему она сейчас выбрала такую для себя форму одежды? Где закончилась ее красота? Почему она закончилась? Не знаю, слушает Аяш мои видео или нет. Но тем не менее, я думаю, что кто-нибудь может передаст этой Лидии. Хватит носить sweat pants, sweat shorts. Хватит уже. Так можно мужа потерять. Ну и рекомендую вам почаще быть собраны. Всегда носить красивую одежду. Есть много составляющих красивой одежды. Это от классики, которая не должна быть устаревшей классикой, которая у вас есть с прошлых времен. Если у меня есть какой-то пиджак с Louis Vuitton с прошлых времен, я смотрю на него, а современный ли он сейчас? Я не уверена. Я смотрю на него, и я не знаю, стоит ли мне его носить дальше. Может быть, уже даже он выглядит не очень современно. Может быть, какая-то одежда даже при всей своей классике уже не такая актуальная сегодня. А дальше, что мне всегда очень нравится в одежде, это сочетание мужского и женского. Когда мы носим джинсы и какую-то блузку, какую-то рубашку. Или мужскую рубашку и какую-то юбку. Вот это вот сочетание мужского и женского тоже очень красиво. Потом сочетание цветов. Вот сегодня, несмотря на конец декабря, ярко-яркое солнце и очень жарко в квартире, поэтому я в светлом. Иначе я была бы в темном. Если день был бы мрачный, если бы не было солнца яркого, то я бы, скорее всего, надела на себя черную одежду. Я обожаю ее. Опять-таки, слишком много черной одежды очень старит. Поэтому постарайтесь или открыть свою немножко шею, сделать вашу кожу открытой, или что-то белое одеть вниз. Потому что слишком черная одежда будет вас очень старить. Очень. Я, правда, блондинка, мне проще. Но, тем не менее, все равно одежда черная очень старит, если она будет близко к лицу. Следующее, что, конечно, сочетание баланса. Очень часто женщины могут... Я вижу, юбка длинная и кофта сверху тоже не заканчивается здесь, а тоже какая-то длинная. Вот такой вот дисбаланс в одежде старит, как ничто другое. Я понимаю, что хочется комфорта. Я тоже юбки обожаю. Я больше люблю юбки, чем брюки. Но если на мне юбка, то все-таки кофточка будет заканчиваться. Я хочу свою талию подчеркнуть. И всегда должна быть подчеркнута талия. Так или иначе. А если я бы одела какую-то вот такую широкую кофту сюда, длинную, я бы сразу и ростом меньше была. И я бы казалась намного полнее, чем есть на самом деле. Поэтому подчеркните свою талию всегда. И никогда не носите ничего именно такого, что у вас нет пропорции. Если у вас широкий низ, должен быть узкий верх. Если широкий верх, узкий низ. Сегодня они, правда, смешивают эти стили, но только для очень высоких и очень худеньких девушек. Это далеко не для всех. Вот поэтому тоже на это смотреть. Аксессуары. Нужны ли они? Носим ли мы аксессуары? Ну да, обязательно. Почему нам нужны сережки? Да потому что отражение света добавляет яркости нашему лицу. Когда мы носим серьги, бриллианты, там, все что угодно, бижутерию, то у вас такой свет, который попадает и отражается от этих камней, от всего, добавляет вам красоту. Поэтому не надо носить пластмассовое что-то или деревянное что-то. Это смысл никакого не имеет. Смысл имеет именно тот отражение света. То есть, должно быть камни или золото, или это серебро, или это что-то еще, что отражает свет. Тогда это дает вам красоту. Поэтому не носите какие-то очень крупные аксессуары. Это вам прибавит дополнительный возраст, сделает вас выглядеть, вы будете старше, если будете носить очень крупные аксессуары. Я против крупных аксессуаров совсем. Ну, что еще следующее? Конечно, обувь, конечно, сумки. Более подробное видео обязательно нужно сделать на эту тему, если говорить, хотя я не дизайнер, но я вижу очень часто, что, может быть, не все обсуждают эти такие темы. Именно с точки зрения возраста, с тем, как это старит. Ну и самое, наверное, главное из всего того, что я сказала, основное, это седьмой пункт в моем списке – растущий мозг. Постоянно растущий мозг. Никогда не оставаться в ситуации, когда ты что-то читал, что-то изучал, закончил институт какой-то, и больше ты своим мозгом не пользуешься, только на уровне выживания. Какие-то биологические задачи только решаешь. А ты не апгрейд свои знания все время. Я поместила вам на Инстаграм 100 книг, которые нужно прочесть в 2023 году. Там есть список моих книг, которые я рекомендую уже на русском языке прочесть тоже. На английском переводите, смотрите, читайте. Там по разным категориям все эти книги. То есть, если мы видим даже молодую женщину или очень зрелую женщину, которая пишет вещи, которые вы смотрите и говорите – «Вау, ну что это такое? Ну что у нее за мышление? Ну как человек может так думать?» А он так думает потому, что он никогда ничего не изучал дополнительно. Он когда-то что-то узнал, и этим пользуется всю свою жизнь. Поэтому растущий мозг, потребляющий интеллектуальные знания, современных ученых, современных мыслителей, лучших людей этого мира – это самое большое удовольствие. Спросите меня, что сегодня меня вдохновляет больше всего? Это прослушать, прочитать, посмотреть что-нибудь от умнейших людей современности. Поэтому это обязательное условие. Ну и последнее, самое-самое последнее в моем списке, восьмое привычка – это постоянно иметь цель своей жизни. Никогда не жить, просто выполняя свои какие-то биологические задачи. Поели, поспали, погуляли, поели, поспали, погуляли, кому-то позвонили. Мне кажется, что именно вот жва-де-вир, ценность жизни в том, что у вас есть постоянно какая-то миссия, что вы что-то где-то кому-то помогаете, делаете. Или вы внуков растите, их поднимаете, даете им хорошее образование. Я, кстати, позавчера у нас были друзья, которые рассказывали… такая умнейшая пара, которые рассказывали нам, как они своих детей вырастили. Умненькие мальчики очень получились. Они дали нам несколько типсов, будет прямой эфир. Задайте мне этот вопрос, я вам расскажу, как они своих детей, два подростка у них, как они из них сделали современных умненьких мальчиков, благодаря чему. Должна быть какая-то цель. Или вы что-то делаете для людей, или вы помогаете людям становиться лучше, или вы даете им какие-то знания, чем-то делитесь, образование. Или вы где-то в больнице помогаете людям что-то делать. Или вы стоите на светофоре, вы как вот здесь волонтеры, и помогают школьникам дорогу перейти. Что-то должно быть, что помогает людям. Не вам, не для себя, для любименького всего. Этого будет тогда вам хорошо, когда люди будут вас благодарить. Мы знаем, что мы получаем всплеск дофамина, и вот эта вот радость в жизни, когда нас благодарят за то, что мы кому-то что-то сделали хорошее. Не мы благодарим, а нас благодарят за те дела, которые мы сделали. Поэтому цель жизни – обязательное условие вот этой вот молодости, энергии, горящих глаз. Без этого невозможно. Вот это вот были мои восемь привычек. Не забудьте читать умные и хорошие книги, не забудьте заниматься своим спортом. В общем, все, что я сейчас сказала, если у вас есть свои какие-то привычки, которые помогают вам оставаться молодой, энергичной, задорной, пишите, пожалуйста, я буду рада, и вы поделитесь этим со всей нашей аудиторией. А вам желаю хороших праздников, всего вам самого замечательного в новом году. До свидания. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok